Здравствуйте! Эфир Амурского областного телевидения продолжает выпуск новостей. В студии вас приветствует Оксана Холодова и вначале основная тема. Коронавирус. Ситуация нестабильная. В регионе сохраняются все действующие ограничительные меры. Полмиллиона за 10 лет. Из-за долга за коммунальные услуги амурчанка может лишиться недвижимости. Белая гвардия и монолог слепой девушки в Благовещенске выбрали лучших юных чтецов, которые поедут в Артек. Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе остается нестабильной. По оперативным данным, суточные показатели по заболеваемости остаются высокими. Ковидом все чаще болеют амурчане старше 50 лет. Все действующие ограничительные меры в области сохраняются, заявил губернатор Василий Орлов на очередном заседании Оперштаба. Тем временем, по словам главного врача городской больницы Благовещенска, количество госпитализированных в учреждении снижается. Поэтому на итоговом медсовете приняли решение перейти в штатный режим работы. В планах перезапуск хирургического корпуса, который начнет принимать и плановых пациентов. Для этого нужно полностью подготовить все помещения, обновить диагностическую и лечебную базы, скорректировать штатное расписание. Пандемия отразилась на работе всех подразделений, включая стационары инфекционного госпиталя, где оказывали помощь наиболее тяжелым пациентам с коронавирусом. Поликлинику профосмотров, которая провела титаническую работу по вакцинации населения, роддом, женские консультации. При этом все задачи, которые были поставлены перед учреждением, выполнены. Все поступающие пациенты получали соответствующую помощь. Отказов не было даже в самый острый период пандемии. За год в стационаре лечения получили более 18 тысяч пациентов. Умные лестницы, мебель и беседки. В селе Дмитриевка Ивановского района открылось столярное производство. Продукция местного предпринимателя уже пользуется спросом по всей области. А в планах мастера, несмотря на санкции, расширить свое производство. Подробности у Юрия Камышного. В небольшой мастерской готовят очередной заказ. Сначала доски распиливают на бруски, а после на специальной установке. Делают соединяющие насечки, чтобы из этих небольших фрагментов получить цельный брусок, из которого впоследствии и делается нужное изделие. Это шипорез, нарезает шипы для того, чтобы была возможность продольного сращивания. То есть вот такой шип, чтобы щиты получались категории А. Не было ни сучков, ни трещин, ни каких-то изъянов или еще чего-то. То есть практически экспортный материал. Илья Задорожный работает только с отечественными материалами. Русский, ясень, дуб, береза. Но такие материалы, как клей и лак, импортные. Пока у продавцов на базах они еще есть. Но вскоре из-за санкций могут исчезнуть из продажи или вырасти в цене. А без них качественных деталей не получится. Сейчас Дмитриевский столер, чтобы не закрывать семейный бизнес, ищет альтернативу зарубежным исходникам. Главное не опускать руки. Потому что, как говорится, пессимист видит в любой проблеме, в любой возможности проблему, а оптимист видит в любой проблеме возможность. То есть даже в такое время, если не опускать руки, я думаю, выжить можно. У меня гости приезжают и прыгают, и бегают дети все. Вот два года как поставили, как будто она новая. Одна сельчанка мастера Диля Урокова заказала у него лестницу в свой таунхаус два года назад. Женщина говорит, получилось так хорошо, что ее гости и знакомые даже не верят, что сделано это в одном из сел Ивановского района. Многие у меня спрашивают, где у вас такая лестница. Я говорю, это у нас в селе. А говорит, а у вас в селе такой мастер? Я говорю, конечно. Только надо заказать и делать. Причем эта лестница не самый сложный заказ. В ассортименте есть и такие умные ступени, которые зажигаются, когда к ним подходит человек. А еще он производит беседки, мебель. В общем, все, что можно выпилить из дерева. При этом цена у него самая демократичная. Ведь работает напрямую с производителями древесины. А покупатель платит не только за ручную работу, но и качество. Если работать напрямую, то, конечно, и ценник у меня будет на материал намного дешевле. И, соответственно, готовая продукция будет дешевле, чем, например, у конкурентов. В планах Задорожного всерьез расширить свое дело. Для развития бизнеса вместе с супругой готовят пакет документов для получения гранта. Илья уверен, благодаря областной поддержке предпринимательства, который активно работает в условиях санкции, в Преамуре производство не только не снизится, а наоборот будет набирать темпы. Юрий Камышный, Андрей Цветков. Амурское областное телевидение. Жительница поселка аэропорт в Благовещенске может лишиться своей недвижимости. Она не оплачивала коммунальные услуги 10 лет, а у Мурчанки побывали судебные приставы и юрисконсульт ресурсоснабжающей организации. Злостная неплательщица проживает в одном из общежитий. В собственности у нее находятся две комнаты. Одну из них могут выставить на торги, если владелица не погасит коммунальные долги в течение 10 дней после визита специалистов. Сумма общего долга, включая пенни, более полумиллиона рублей. С судебным приставам не удалось побеседовать с собственницей, дверь никто не открыл. Амурчанки оставили уведомление об аресте жилья. Должник вызывался на прием, то есть, соответственно, контакт не шел, не оплачивал за должность. Также были наложены аресты на счета. 10 дней дается либо на обжалование данного ареста, либо на оплату долга. По истечении 10 дней, если никаких мер должник не принимает к погашению долга, то, соответственно, дальше происходит передача на торги данного имущества и уже с торгов реализация данного имущества. Сколько задолженностей? Здесь две комнаты. В одной из них проживает сама должница вместе с семьей. Там задолженность 198 тысяч рублей и 153 тысячи пенни. Есть вторая комната, которая, кстати, будет арестована. В ней никто не зарегистрирован. Там задолженность 115 тысяч рублей и 91 тысяча пенни. На крупной Благовещенской нефтебазе загорелся бензовоз. Пожарные расчеты Благовещенска прибыли на место ЧП, которому присвоили повышенный ранг сложности. По такой легенде прошли учения для подразделения пожарно-спасательного гарнизона областной столицы. Наш корреспондент продолжит. По замыслу учения один из сотрудников нефтебазы нарушил технику безопасности во время наполнения автоцистерны. В результате на автоматической станции налива произошло возгорание бензовоза. К месту условного ЧП по повышенному третьему рангу сложности были направлены силы и средства пожарно-спасательных подразделений и службы жизнеобеспечения города. 140-й, 181-й. На грязи. 11-й установился на пожарный гидрант, готовый для включения гестребольного расчета. Во время тушения условно загоревшегося бензовоза подавали воздушно-механическую пену в очаг, одновременно проводя защиту соседних зданий и сооружений. На все спасательные работы ушло около часа. По тактическому замыслу произошло разгорание бензовоза на автоматической наливной станции. По прибытию к месту пожара РТП-1 провел разведку, понизил ранг пожара до номер 2. Всего в учении было задействовано 6 единиц техники, 30 человек личного состава. Все поставленные задачи личным составом благовещенства пожарно-спасательного герметона были выполнены в полном объеме, замечаний нет. Подобные учения на опасных производственных объектах области проводятся ежемесячно. Цель не только повысить уровень профессиональной подготовки личного состава, но и проверить готовность администрации таких предприятий к действиям в чрезвычайных ситуациях. Екатерина Талалай, Амурское областное телевидение. Губернатор Приамурья поздравил работников культуры с профессиональным праздником и вручил им благодарственные письма. Особый подарок получили все жители Свободного, обновленные ДК железнодорожников. Здесь провели капитальный ремонт. Василий Орлов отметил, современный Дом культуры станет местом притяжения для талантливых, неравнодушных и увлеченных жителей города. Он преобразился благодаря поддержке Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики. Масштабные работы ведутся по всей области. В Благовещенске стартовала реконструкция Дома народного творчества, строится новый Дом культуры в Тындинском районе, модернизируются библиотеки, детские школы искусств пополняются новыми музыкальными инструментами. Амурские студенты могут посещать концерты, спектакли, представления в общественно-культурном центре бесплатно. Это стало возможным благодаря Пушкинской карте. С начала года билеты на выступления актеров и вокально-танцевальных групп приобрели более 500 ребят. Программа действует с 2021 года. По данным Министерства культуры и национальной политики Амурской области, в этом году более 20 тысяч амурчан уже оформили Пушкинскую карту. С начала года по ней осуществили более 40 тысяч транзакций. К такому распространению билетов подключился и общественно-культурный центр. Теперь молодежь при Амуре может побывать не только на концертах местных артистов, но и гастролирующих. Это очень хорошее такое подспорье для студентов, чтобы приобщиться к культуре и посмотреть не только местные наши проекты, но и в то же время дальневосточные или московские, или вот все, которые гастролируют по России. Участвовать в программе может молодежь от 14 до 22 лет. В этом году на оплату билетов в концертные залы, театры, кино, музеи можно потратить 5 тысяч рублей. Афиша доступна через мобильное приложение госуслуги.культура и на сайте культура.рф. От Белой гвардии Михаила Булгакова до монолога о слепой девушке Танечке Седых. Отрывки из этих и других произведений рассказали наизусть амурские школьники в рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Живая классика». Он прошел в Благовещенске и собрал лучших юных чтецов со всей области. Наш корреспондент Екатерина Талалай также послушала талантливых ребят и узнала, кто из них получил путевку в Артек. «Кто сделал эту машину?» – спросил Инус Тора. «Машинист указал на инженера, стоявшего в нескольких шагах». «Это вы?» «Да, я», – ответил Банкс. «Насколько мне известно, это была фантазия покойного бутанского Раджи». «Как мне говорили?» – Банкс сделал твердительный знак. Романенко Елизавета Изей открыла финал регионального этапа. Школьница выбрала научно-фантастический роман «Жуля Верна. Паровой дом. Путешествие по Северной Индии». На чтение отрывка наизусть дается время до пяти минут, и это большие фрагменты произведений, несколько страниц печатного текста. «Достаточно востребованный детьми конкурс и очень-очень творческий. Необычен еще он тем, что дети здесь читают прозу наизусть. Вы понимаете, что это очень сложно. Участники у нас по положению нашему – это представители каждого муниципального образования. У нас их 29 в Амурской области. Победители муниципальных этапов конкурса». Их 29. На региональный этап приехали 28 ребят. Участник из Райчихинска по уважительной причине не смог. В конкурсе принимают участие школьники от 10 до 17 лет. На выбор им предоставили рекомендованный список авторов. Их почти 300 и еще больше произведений. Не исключая возможность выбрать свою любимую книгу. Тем не менее, бывают и совпадения. В частности, вкусы амурских чтецов сошлись. Сегодня трижды прозвучал отрывок из рассказа «Леночка» Елены Пономаренко. «Уже четыре года, как я на фронте, почти никого не осталось в живых из сан-инструкторов батальона. Мое детство как-то сразу перешло в взрослую жизнь. В перерывах между боями я часто вспоминала школу, вальс. Мне очень понравился этот текст, потому что там моя Леночка была очень отважной. Доставила важные документы в дивизию». Рассказ «Леночка» Елены Пономаренко 13-летняя Анастасия Чала из Свободницкого района выбрала еще два месяца назад. Это среднее время подготовки каждого конкурсанта. Старшеклассник Сергей Исаев стал лучшим чтецом Шимановского района. Парень считает, что такие творческие состязания очень полезны. Ведь публичные выступления хорошо тренируют уверенность. «Люди становятся более смелее, верят в себя, самое главное. Все-таки помогают такие, скажем, мероприятия». «Я выбрал произведение Булгакова «Отрывок «Площадь на колесах». Там рассказывается про человека, который приехал в Москву, и у него сложности с жильем появились». «Мне он показался довольно-таки интересным, он юмористический. И это будет интересно, и я поэтому выбрал его». Одно дело – интересный текст, другое – его подача. Судьи оценивали школьников по уровню подготовки, глубине проникновения в образную систему и смысл текста, артистизм и эмоциональность. В состав жюри вошли представители областной филармонии, средств массовой информации, в том числе директор Амурского областного телевидения и педагоги. «Здесь очень важно умение пропустить через себя текст. И вот, может быть, как через, пусть это банально избитая фраза, но через призму души, чтобы он заиграл новыми красками. Потому что каждый человек может по-разному донести до жюри, до зрителей. И да, конечно, это будет важнее, если человек ошибся в одном слове или предлог какой-нибудь пропустил. Это не так важно, главное именно эмоциональная составляющая». В итоге лучшими чтецами школьниками Амурской области стали Ольга Юрченко из Благовещенска, у нее третье место. На втором – Диана Зверева из Белогорска. Абсолютный победитель – Злата Чичулина из села Вожаевка. Все трое получили путевку в Международный детский центр «Артек», где представят регион во всероссийском финале конкурса, который пройдет в конце мая-начале июня. Екатерина Талалай, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. И на этом все. Спасибо за внимание. Смотрите Амурское областное телевидение и следите за самыми интересными событиями вместе с нашими корреспондентами. Заходите на наши группы в «Одноклассниках», «Контакте» и «Телеграм». Всего хорошего и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин